Более 60 терапевтов, педиатров и врачей узких специальностей не хватает сегодня в Староскольских поликлиниках. Привлекают медиков в наш округ всеми способами – от условий труда до жилья и подъемных средств. За последние два года жилплощадь предоставили 24 докторам. Врач-педиатр Марина Черевко быть медиком с детства не мечтала. Свой выбор сделала в 11 классе. Выписала все известные профессии и вычеркнула, чем бы заниматься не хотела. Осталась единственная графа – доктор. А педиатрию выбрала, потому что пациенты здесь не бывают злыми. После учебы в Курске Марина Владимировна вернулась в родной Староскол. Вернулась сюда, не узнала поликлинику вообще, потому что маленькая в неё ходила. Она была какая-то такая маленькая, тёмненькая, обшарфанная, а тут вернулась. Прям приятно посмотреть стала. Единственная проблема – это недостаток кадров. Вообще детки сейчас болеют, сезон, урви, тяжеловато работать. По сути, все проблемы – они из-за того, что не хватает кадров. В остальном нет проблем. Кадровую проблему в Старомосколе пытаются решить всеми силами. Приглашают молодых специалистов из других регионов, предоставляют им жильё, которое в будущем можно приватизировать, и подъёмные средства – полмиллиона рублей. О курсе, наверное, на пятом. Но периодически поликлиника со мной созванивалась, чтобы не терять меня. Сказали, что так и так, будет такая программа. Для меня это было вообще большим сюрпризом, потому что когда я уезжала учиться в Курске, ещё ничего этого не было. Но учитывая цены на жильё сейчас, влезать в ипотеку на 20-30 лет, а тут 8 лет отработать, и квартира приватизируется в собственность. Но мне кажется, какой-то аналогичной программы я нигде не встречала. Плюс дают подъёмные 500 тысяч на то, чтобы эту квартиру обустроить. Белгородка Мария Дерипасова в здравоохранение пошла по маминым стопам, которая трудится медсестрой. Отучилась 8 лет в БелГУ, переехала работать в Старый Оскол. Меня привлекла программа «Помощь медикам». То, что здесь предложили и подъёмные 500 тысяч, и квартиру, и, естественно, я согласилась. Она была практически полностью с мебели. То есть кухня, туалет – всё это было уже. Мне осталось обустроить только комнату и коридор. Мне здесь эта поликлиника понравилась. Коллектив дружелюбный, хороший. Вообще никаких претензий нет. Мне очень нравится здесь работать. Вообще, на самом деле, это очень здорово, что есть такая программа. Она по Белгородской области была самой выгодной, как по мне. Чтобы приватизировать квартиру, врачи должны 8 лет отработать в Старо-Оскольском здравоохранении. Так медики получат собственную жилплощадь без ипотек и кредитов. А наша медицина – столь необходимые нам кадры. В 2020 и 2021 годах служебные помещения в Старо-Оскольском округе предоставили 24 врачам.